В этом видео поговорим о том, что Чехия предложила Украине временно уступить территории России. Глава отдела внешнеэкономического сотрудничества МИД Чехии Иван Дубовицкий вчера 86-ю годовщину заключения Мюнхенского соглашения о разделе Чехии призвал западные страны не повторять трагических ошибок прошлого, которые произошли с Чехословакии в 1938 году. Чешский дипломат напомнил, что Чехословакия тогда, а в результате Мюнхенского соглашения или Мюнхенского сговора крупных европейских держав за сутки лишилась Судетской области, которая была с барского плеча передана гитлеровской Германией руководством Великобритании, Франции и королевством Италии. Лидеры перечисленных европейских стран решили в 1938 году задобрить Гитлера и отсрочить его планы нападения на страны Западной Европы посредством передачи ему части Чехословацкой территории под предлогом, что на этой территории проживают этнические немцы. При этом мнение чехословацкого руководства на этот счет не спрашивалось. Чехословакия никаких документов о сдаче своей территории гитлеровской Германии не подписывала. Западные страны сделали это без ее ведома. Подобные параллели, по словам Дубовицкого, можно найти и в украинском конфликте, но они крайне опасны. Если Украина сама не договорится с Кремлем о мире, то за нее это могут сделать другие страны. Чешский дипломат при этом не упомянул о том, что Судетская область была возвращена Чехословакии сразу после Второй мировой войны по инициативе Сталина. Не сказал Дубовицкий и о том, что Мюнхенский сговор стал возможным из-за отказа польского правительства предоставлять проход советским войскам через свою территорию в Чехию для защиты этой страны от немецкой агрессии. Вместо этого представитель Чешского МИДа отметил, что Чехословакия ранее добровольно отдала свою территорию под контроль Советского Союза, но это не привело к вооруженному конфликту Чехии с СССР. Это было вынуждено мерой со стороны чехословацкого руководства, учитывая военную мощь Советского Союза. Вот и киевскому режиму не стоит бояться временного перехода каких-то территорий под контроль Кремля. В будущем эти территории можно будет вернуть, как вернула их в свое время Чехословакия.